Средства массовой информации. Четвертая власть и основной источник новостей, которые люди читают или смотрят ежедневно на экранах своих смартфонов и телевизоров. Если для зрителя все выглядит довольно просто, то внутренняя часть работы, например, корреспондента, скрывает за собой интереснейшие моменты. Кто он такой и чем занимается? На эти и другие вопросы помогают ответить Департамент средств массовой информации и рекламы, Союз журналистов Москвы и Гильдия кинорежиссеров России, которая проводит вот уже 15-й московский международный телефестиваль «Профессия журналист». В его рамках в номинацию «Лучший телесюжет» попала шеф-редактор информационной редакции «Универ ТВ» Карина Саяхова. Она доказывает своим примером, что если сильно захотеть и упорно работать, то покорять эфир телевещания можно в любом возрасте. Я бы выделил несколько аспектов, которым посвящен наш фестиваль. Во-первых, это повышение престижа профессии журналист. Это также попытка сделать срез, показывающий состояние современной российской журналистики, основных тем, основных эстетических, этических, стилистических ее аспектов. Свою карьеру на телевидении Карина начала в 19 лет. Сразу после школы она решила связать свою жизнь с театром и кино, поэтому первым местом ее обучения стал Казанский государственный институт культуры и искусств. Проучившись там один год, Карина поняла, что все же ее сердце и душа принадлежат профессии журналиста. Поэтому она подала документы в Казанский федеральный университет на направление телевидения. Уже на первом курсе обучения ее телесюжеты украшали эфир вещания телеканала «Универ ТВ». На втором она стала полноправным корреспондентом. На четвертом – шеф-редактором информационной редакции, которая ежедневно радует зрителей выпусками новостей. И за их качество отвечает именно Карина. Самое приятное для меня было, что не я подала заявку, а меня пригласили, меня нашли, меня выбрали. Я заполнила заявку, опять же, я оформила все документы и полетела в Москву прямым рейсом. Знаете, во-первых, у журналиста, на мой взгляд, должен быть очень богатый культурный фон. То есть это должен быть начитанный человек, хорошо знакомый с историей, философией, культурологией, политологией, желательно знающий иностранные языки. Человек готовый понимать, в каком контексте находится тот факт, о котором он в данный момент рассказывает. Работа Карины, которую номинировали на премию «Лучший телесюжет», основана на проекте «Медиалабфест», в котором она раскрывает тайны медийного мира. Его будет оценивать компетентное жюри, в состав которого входят заслуженные журналисты, режиссеры и продюсеры, которые завоевали авторитет в медийной сфере. За свою карьеру Карина в роли телерепортера взяла множество интервью, смогла раскрыть сложные темы мировой и российской повестки, была в кадре и за кадром. Окунувшись в омут с головой, обрела заслуженный успех и стала руководителем информационной редакции уже в 23 года. Такого в истории нашего телеканала еще не было. «В Москве, конечно, ни первый, ни второй, ни третий раз, но именно в эту поездку она для меня открылась какой-то совершенно другой стороны, с которой я даже не ожидала ее увидеть. Мы приехали к шести часам на показ моего сюжета в Дом кино гильдии кинорежиссеров. Там, конечно, потрясающе, там и люди другие. Ну, так мне казалось, по крайней мере, кажется, до сих пор». Критериев достаточно много. Во-первых, это точность, объективность, с которой журналист подходит к решению тех или иных вопросов. Это выразительность, потому что, несмотря на то, что журналистика все-таки связана больше с неким публицистическим направлением, нежели с художественным творчеством, все-таки выразительность и умение облачить содержание в удобоваримую и привлекательную форму – это тоже важно. Напомним, генеральными партнерами фестиваля выступили Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, Союз журналистов Москвы и Гильдия кинорежиссеров России. В рамках фестиваля также проводятся мастер-классы от ведущих спикеров в области кино и телевидения. Продлится он до 19 ноября. Тогда же и станут известны результаты конкурса.